Шатнуть могут кого угодно. Может быть, это из-за того, что Танир Бергенг Байтадангаров поднял этот вопрос, как думаешь? Потому что я знаю, что ты провокат. Можно там на показе грудь показать, к примеру, то есть это зайдет. Мне тоже неприятно, когда она меня называет насильником, защитником насильником. Должность в казахстане не главная. Я не хочу отсюда никуда уезжать. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях дома Танир Бергенг Байтадангаров, человек, который начинал в Перекрестке. Закончил на Перекрестке. Парламент. Нет, почему закончил? Я думаю, что мне просто интересно. Перекресток Жасутан, парламент, блогерство. Что будет дальше? Ну, на самом деле, я откуда вышел, туда и пришел. Потому что, наверное, я самый первый блогер в Казахстане. Потому что я начинал вести блог, когда еще интернета не было. То есть до Перекрестка это была работа в качестве журналиста на 31-м канале. И как бы там мы снимали на такие большие супер-ВХС-ные камеры. Твое творческое начало победило амбиции политические. Ну, ты знаешь, на самом деле, все глубоко переплетено. И политика это не та, что производится в галстуках и костюмах. Обычная уличная политика идет вот в таких вот майках. Ну, три созыва в парламенте. Был руководителем Жасутана. Создал его. Создал его, да? То есть тебе нравилось быть во власти? Я помню наше интервью, когда я писала там. Да, да, да. Холостой депутат. Все мы были молоды. Холостой депутат, Нурсая. Двух- или трехкомнатная квартира. Здесь, в самом центре Левобережья столицы, в депутатском доме, живет молодой зеленоглазый мужелесмен и завидный холостяк Танерберген Вердангаров. Ему всего 32 года, но он успел так много сделать. Его биография читаема по памяти. Он начинал журналистом, руководил молодежной организацией, учил казахскому языку, сыграл главную роль в отечественном сериале и стал законодателем. Вторая депутатская квартира молодого мужелесмена Танербергена Вердангарова. После выбора в четвертый созыв жилплощадь увеличилась, хотя депутат по-прежнему холост. Если, допустим, человек холост или не женат, соответственно, ему дается квартира объемом меньше. Ежедневник, где просто тайм-менеджмент, буквально Маргулан Ситимбаев просто позавидует. Я думаю, позабыла. Ну почему? Я помню. Прекрасный сюжет. Я же его тогда снимала и монтировала сама. Я помню Танерберген Вердангаров. Такой завидный жених. Астана, парламент, молодой, огромный потенциал политический. Как минимум, мы ждали тебя вице-министром информации, культуры и спорта. Мне кажется, ты и сам видел себя где-то там. Ну ты знаешь, недавно я проходил мимо бассейна, где установлен трамплин. И такое создалось чувство, что вообще должности в Казахстане, вот, допустим, человек растет, условно говоря, с глав спеца, директора департамента, там, руководителя комитета, зам Акима, Акима, а после этого трамплина всех сажают. Не, ну сейчас, конечно, госслужба – это опасная, честно говоря, профессия. Да, потому что ситуация какова. Вот, допустим, человек развивается в рамках политической работы, но в любом случае он находится в определенной системе, которая нам осталась еще с советских времен. И президент же правильно говорил, что я, в принципе, любого могу привести за руку, там, в налоговую. Вот, допустим, глава государства ставит задачи, Аким их начинает выполнять, а через некоторое время попадает просто из-за того, что какой-то там, условно говоря, главспец подписал акт выполненных работ какой-то аффилированной компании, получил за это деньги, и, соответственно, там попадают все вышестоящие. Ну, зачастую даже бывает, что сами вышестоящие. Совершают коррупционные правонарушения. И я, соответственно, ждал бы дистанцироваться от этой системы, потому что... А что, была угроза? Не играть по этим правилам, ну, как бы невозможно. Если ты, допустим, являешься зам Акима, о чем сейчас речь ведется, или вице-министром, к примеру, то ты обязан подписывать какие-то документы по госзаказу. То есть ты считаешь, что все вице-министры, чиновники, которые их поймали за коррупцию, что это не их вина, а так получилось, что они просто в системе где-то были вынуждены подписать бумагу? Нет. Ну, я думаю, что отчасти там они и сами, скажем так, коррупционные нарушения допускают. Но зачастую, допустим, ну, как он проверит там качество выполненных работ, если в его компетенции именно подписание бумаг? А вот, допустим, ну, наличием объекта, наличием закупа занимается вообще другой департамент. Соответственно, там он, допустим, не может проконтролировать ниже стоящих. И каждый из них находится под большим риском. Сейчас под любого вице-министра, под любого там Акима, зам Акима, можно написать вот такой талмуд о том, какие нарушения могли бы быть произведены. Просто потому, что там коллектив, допустим, не в связке работает, не нацелен на выполнение. В общем, сегодня госслужба – это опасная работа. Да, то есть там очень большие коррупционные риски. Дабы дистанцироваться полностью от этого, я вообще, ну, отошел полностью. Ну, кстати, я помню, что ты работал с одним из коррупционеров. Да, от кабинетной политики. Талгатом Ермегеевым. Да. Ну, и со многими некоррупционерами. Да. Да. Причем я работал… Ну, то есть ты чувствовал, что вот тогда Талгат Ермегеев был, по-моему, министром спорта, да? Ты знаешь, вообще, на самом деле, у меня остались о нем только позитивные вообще впечатления, потому что он такой молодой, энергичный, деловой, к примеру. Естественно, допустим, ему поручили там такой огромный объект, как Экспо. И, естественно, большое количество желающих, к примеру, там, войти в этот проект, там, распоряжаться суммами. Ты знаешь, там, подковерная борьба идет, к примеру. И, в принципе, в этой подковерной борьбе шатнуть могут кого угодно. То есть мы даже сейчас не подозреваем, кого могут шатнуть, но… От тебя вот сегодня могут шатнуть? Конечно, нет. Я являюсь рядовым гражданином предпринимателя. Но могут вернуться, у нас же любят вернуться там, что было 10 лет назад. Да, но максимум я был депутатом парламента, а депутаты парламента не подписывают никаких документов, никаких расходников, бумаг, не принимают документы. Слушай, ну ты три созыва посидел там, это по 4 года. Да. По 3-4 года. По 3-4 года. Вот сегодня, на сегодняшний день, ты являешься блогером. И такое ощущение, что ты вот, будучи блогером, больше сделал для страны, нежели пока ты сидел в парламенте. Ну это заблуждение, потому что вот как раз, когда я уходил с парламента, тогда только интернет начал развиваться. И все спрашивают, почему мы не слышали о вашей деятельности. Причины две. Первое, потому что деятельность депутата жестко регламентирована. То есть зачастую он проявляет инициативы, которые приходят ему от партии, потому что выбор у нас по партийным спискам идет. Партия сказала там поднять этот вопрос, депутат поднимает. То есть если депутат хочет поднять свой вопрос. Да. Это долгие процедуры согласования, тебе необходимо пойти в партию, убедить коллег, и если партия... Но это же не сложно или сложно? Не, на самом деле ходить по коридорам это очень сложно, потому что мнений множество, и для любой, ну детальный вопрос требуется... А можно сказать, что ты устал просто от хождения по коридорам, от... Честно говоря, не без этого. Да? Не без этого. А что вот если говорить по факту, вот когда-то Нирберген Берденгаров был депутатом парламента, вот что ты сделал? Ну, начнем с того, что вот перед тобой лежит твой мобильный телефон. И когда-то этот телефон брал с тебя 17 тенге за минуту, а сейчас берет гораздо меньше там трех тенге. Может быть, это из-за того, что Танирберген Берденгаров поднял этот вопрос? Как думаешь? Я не знаю, я, честно говоря, даже не помню. А я знаю. То есть ты поднял этот вопрос? Да, то есть история вопроса такова, то есть изначально поступали жалобы граждан о том, что стоимость связи дорогая. Я выявил проблему, что есть ставки интерконнекта между крупными сетями Beeline и KSL, которые забрали на себя 90% абонентов. И вот они между собой берут 17 тенге за интерконнект. Написал депутатский запрос, обратились в прокуратуру. Они признали данную ситуацию монопольной. Этот вопрос услышал на тот момент Жумагалиев, и благодаря взаимодействию Министерства связи и депутатского корпуса цены сразу упали. Потом начали заходить другие игроки на рынок, Теледва, к примеру, Алтел и так далее. То есть наша мобильная связь на сегодняшний день дешевая. Хотя сложно назвать ее дешевой, особенно когда выезжаешь за рубеж и нечаянно включаешь роуминг. Так, спасибо. Это Ербериан Берденгаров снизил нам цену на мобильную связь. Ну имеешь к этому отношение? Это я комфицировал, да. Окей, это вот отнесем к первому созыву. Я так думаю, что вот это явилось камнем преткновения, почему там у нас определенные непонимания пошли. Потому что я начал там вести вопрос по стоянкам и парковкам Алматы-Паркинг, которые до сих пор там в таком находится подвешенном состоянии. Я говорил о том, что с землей общественной... Вот это я, кстати, хорошо помню. ...пользование нельзя взимать деньги. А если взимать, то эта вся сумма должна обеспечиваться фискальными чеками и идти в доход государства. Однако сейчас, как мне говорят, пропорции государства минимальны. Все остальное забирает сама контора. Для чего? Зачем? И это вызывает определенную... Но вопрос не решился. Вопрос до сих пор не решился. Открытый. Ну, сама понимаешь, когда любой депутат... Почему у депутатов есть неприкосновенность? Потому что когда депутат поднимает какой-то вопрос, он наступает на чей-то финансовый хвост. Но мы каждый день, если мы занимаемся бизнесом, даже наше интервью, да, то есть многим не понравится. То есть ты каждый день, когда ты что-то делаешь, ты читай интересы... Да, но видишь ли, у блогеров ситуация какова? Зачастую блогеры просто озвучивают этот вопрос. А в моей работе я не только озвучиваю, а стараюсь еще довести это дело до суда и через государственные органы изменить эту ситуацию. И вот освещение этой темы – это всего лишь информационная поддержка сверху. На самом деле основная работа проводится вот через бумаги, куларно. А вот сейчас тебе легче решать вопросы, которые поступают, да, к тебе? Или же вот когда ты был депутатом парламента? Вот сейчас мне легче, потому что мне не нужно не согласовывать эти вопросы ни с кем. Ну, а вот помогают тебе твои бывшие коллеги, да, скажем там, однопартийцы? Ну, я их, если честно, отчасти понять могу, потому что там их работа регламентирована напрямую. Но вы же на разных берегах. Почему на разных? Потому что, если раньше ты был на левом берегу, сейчас ты больше на правом. То есть разные берега, разные взгляды, ты сейчас больше на одной волне с народом. Нет, Динар, у меня есть Сан-Йон Коктен Спорт, я периодически между берегами туда-сюда езжу. Да, раньше у тебя был Геленваген. Да, и 99-го года. Да. Хорошо уточнить. Это вообще два разных финансовых. Я помню это интервью, да. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, в эфире Баян Сентаева, Нинара Саджан. Канерберген, а я как-то вас видела на Геленвагене? 99-го года, который я брал поездить, пока не приобрел собственную автомашину. Мне интересно, вот на что ты живешь? Потому что как не посмотришь твой Инстаграм, Ютуб, ты всегда говоришь о том, что у тебя кредиты, что все очень ограничено. То есть, как ты вот жил, когда ты был депутатом? Только на депутатскую зарплату? Да, только на депутатскую зарплату. Абсолютно вся финансовая деятельность была прекращена. То есть, до депутатства я занимался общественной деятельностью также. И у меня была компания под названием X-Телевизион. Если пойти в налоговую, то там видно, что дата закрытия этой компании именно в 2004 год, когда я приступил к депутатским полномочиям. Хотя некоторые отдельно взятые депутаты, они просто отдают в доверительное управление, к примеру. А это возможно? Это можно, да? Да. То есть, он самостоятельно бизнесом не занимается, но кто-то просто приносит деньги, как бы говоря о том, что вот предприятие... Но ты всегда страхуешься. Да, потому что, видишь, есть депутаты публичные и непубличные. Непубличных люди даже не знают в лицо. А публичных, допустим, на какой машине... Они всегда под лупой, да? Под микроскопом. Допустим, у меня Сан-Йонг казахстанского производства, 2014 года. Слушай, ну ты бы не отказался ездить на последнем Лексусе, ну честно. Ты знаешь, отказался бы по двум причинам. По каким? Первое, уяд перед людьми, потому что они потом не будут говорить, а он сам на Лексусе ездит, а сам... Не, ну хотелось бы, да? Нет. Второе, потому что вот у меня в детском саду, куда я отвожу детей и в школу, да? То есть там очень маленький проезд, и этот Лексус не проезжает. Я вижу каждый день, как там крупная машина застревает. В-третьих, он жрет очень много топлива. В-четвертых, мне самому стыдно ездить на какой-то такой машине стоимостью в 200 тысяч долларов, если в этот момент, к примеру, допустим, я встречаюсь с людьми, которые живут на 50 тысяч тенгей. А в какой момент вот это произошло? Какое-то осознание того, что вот все-таки ты хочешь быть больше ближе к народу, да, нежели вот к тем, кто ездит на Лексусе? Ну, ты знаешь, вообще, я сам спросил Карабай. Нет, я всю эту историю знаю. Мы уже писали Sky Studio, друзья, вы можете посмотреть Sky Studio. То есть там не было такого, что, к примеру, там... Нет, ну я помню Тани Эльбергена Бердангарова, то есть такого красавчика, который... Это может, я худой был. Нет, ну ты и сейчас, в принципе, неплохо выглядишь. Да нет, если честно, надо скинуть пару-тройку десятков килограмм. Нет, ну я помню Тани Эльбергена, который следил за трендами, да. По молодости все хотят, там, Геленваген, да, черные очки, там, костюмчик, чтобы сидел. Когда мы писали с тобой интервью у тебя в квартире Нурсайе, в депутатской квартире, да, даже тогда ты просто был одет с иголочки. Это на всех худых так классно одежде сидит. На самом деле стоимость Геленвагена и того Сан-Йонга, на котором я езжу, она идентична. Ну смотри, окей. Черные очки я и сейчас нашел. Окей, да. Не скрою. И у тебя шапочка Богнер, да? Да. То есть можно же просто в обычной шапочке, но ты прям в шапочке Богнер все время. Да, знаешь почему? Шапочка тоже стоит недешево. Потому что в Керуене там есть Богнер, а на первом этаже напротив шапо. Да. И я покупал 10 шапок шапо. И они все разлазились, да? И они все разлазились. А потом захожу в Богнер, а у них там 50% скидки бывает. И по цене обычные шапки можно купить шапочку Богнер. Вопрос теперь такой. Стангенг часто ломается? Вот может быть Геленвагель, там 19-го года, Лексус. Может быть он бы меньше ломался, нежели там. Было пару раз, но я брал эту машину новую, в Валюров той. Или это нельзя говорить, да? Можно. А, окей. И в одной из местных компаний я брал. Со скидкой? Да, со скидкой. То есть потому что ты знаешь руководителей? Нет, просто они видят, что я занимаюсь общественной деятельностью, как бы человек неравнодушный. И мы подошли, ребята говорят, вы знаете, мы вам дадим скидку. А вот скажи, а ты сейчас чувствуешь себя комфортно? Ты понимаешь, что это действительно то, для чего ты рожден? Я чувствую себя сейчас очень комфортно. Знаешь почему? Потому что у меня был такой контраст, когда я снимался в телесериале «Перекресток». Я мог приехать в любой город, там меня обнимали, целовали, предлагали прийти к ним на ужин, поездить без парламента. Хотя у тебя такой отрицательный герой там был. Да, но для людей это некий образ звезды. И на тот момент, кроме «Перекрестка», ничего так особо по телеку не показывали. Потом, как только я стал депутатом, сразу на следующий день какие-то журналисты начали писать, он казахский не знает, он чей-то ставленник, к примеру, и так далее. И, допустим, половина аудитории, они недолюбливают депутатов, если честно. Не половина, я думаю, процентов 80. Ну, где как? Я думаю, в аулах, где люди не стоплены. Не, но депутаты сами в этом виноваты. Да, мне кажется, что депутатскому корпусу надо активно встречаться с людьми, представлять их интересы, не допускать того, что люди выйдут на улицу, на митинг, будут скандировать, кричать. Достаточно наладить эту взаимосвязь, чтобы они были услышаны депутатами. И, как бы, сразу 50% аудитории начала критично ко мне относиться. А ты был к этому не готов? Ну как, в жизни нужно быть готовым ко всему. Ну, на тот момент ты был не готов, то есть ты привык, что тебя встречают. Приехал-то Нерберген Берденгаров, звезда перекрестка. А тут тебя начинают мочить. Ты знаешь, наверное, это было больше обидно, потому что, в принципе, ну, я, ну, про свой парень, да, то есть депутатский корпус как попал. То есть я долгое время работал в общественной организации. Потом, когда в 99-м году партия ОТАН сформировалась, мы подключились к партии президента, я сформировал там молодежную организацию. И меня просто, как некий образ, символ молодежи, вот в партийных списках, поставили в самом конце, под номером 13. И никто не ожидал, что на тот момент спикер Жармахан Туэкбай откажется от своего места и уйдет в оппозицию после того, как ему не предложат кресло спикера вновь. И получается, что место... Освободилось. То есть все уже прошли. Я там один на скамейке запасных, Туэкбай отказывается от места, и тут ничего не остается. Но вы были с Бахатсиздыковой самыми яркими депутатами. Я не знаю, в чем причина. Может быть, это молодость, да? Может быть, потому что вы не стеснялись и не боялись высказывать свое мнение. Но сейчас, если брать нынешний мажорец, я знаю только Нурлана Нематурина, Даригану Султановну в Сенате. И вот так вот на вскидку Нуржан Альтаев активный. Да, но я думаю, что эта ситуация понемножку будет меняться. Почему? Потому что... А это вообще нормально, что мы не знаем, кто наши депутаты? Это ненормально. Но всегда в большинстве случаев, к примеру, люди живут в таких государствах, где они даже не знают, как зовут их Акима. У них вовремя убираются улицы от снега, там горит электричество, ничто не вырубает на полгорода, к примеру. Им нет необходимости знать ни депутатов, ни Акимов. Но в случае с Казахстаном здесь специфика другая. То есть необходимо, чтобы была взаимосвязь между народом и властью. А это должна быть инициатива депутата или власти? Ой, или народа? То есть это мы должны говорить, почему депутат такой-то, вот вы не занимаетесь нашим... Вот, допустим, вчерашний апокалипсис, да, и вот сегодняшний, который происходит сейчас за окном, то есть заснеженные трассы. Вот я вчера ночью вернулась на поезде, машину оставила в Боровом, да. То есть к кому я должна обращаться? Кто вообще должен поднять вопрос, почему мы 200 миллионов в тенге тратим на трамплин, которым, оказывается, вообще Боровом никто не пользуется, да. Почему на эти деньги нельзя было купить спецтехнику, которая бы вычищала эти трассы? Ну, вообще есть такое расхожее выражение, что каждый народ достоин своего правительства. Ну, это банально. И эта полоса, она на самом деле с двухсторонним движением. То есть, с одной стороны, если человек, к примеру, не удовлетворен теми там социальными благами, которые он получает от государства, условиями, в которых он живет, он должен проявлять активную гражданскую позицию. И она не выражается в том, чтобы там выйти на улицу, просто покричать там, похайповать там, устроить там какое-то там интернет-шоу и разойтись. То есть, это должна быть работа, то есть, на самом деле, прийти, узнать, кто депутат по твоему округу в местном маслехате. Если ты, допустим, хочешь изменить закон, условно там, по табакокурению, нужно донести его до той партии, которая там имеет большинство в парламенте, или до другой партии, если у тебя с прежней нету каких-то контактов. И требовать от депутатов, чтобы они отстаивали твои интересы, потому что у них на это есть полномочия. То есть, они пишут законы. На самом деле, депутат может же на этом сделать себе вот просто бренд, да? То есть, там, не знаю, имидж может построить. Но все, ты знаешь, есть один плюс, все к тому идет. Потому что, благодаря интернету, как бы современным технологиям, сейчас жизнь становится прозрачней. У граждан появилась возможность выражать свое мнение не где-то там, шепотом на кухне, а иметь возможность написать пост, опубликовать. И власть начинает слышать вот те критические замечания, которые в ее сторону озвучиваются. И интернет дает возможность там мобилизации большого количества масс. И если, допустим, та или иная партия, которая находится у власти, хотела бы продолжать, скажем так, пользоваться поддержкой избирателей, сейчас необходимо, как бы, развернуться лицом к людям, внимательно слушать, что они говорят и реализовывать это. А вот власть с тобой сейчас в каких отношениях? Вот ты сейчас с властью в каких отношениях? То есть, ну, мы не взаимодействуем никоим образом. Не просят тебя там, ты нервиген, слушай, ну перестань снимать суд, уже неудобно. Ну, они просто поняли, наверное, в какой-то момент люди звонили, там где-то бывшие коллеги звонили, просили о чем-то. На данный момент они поняли, что это бесполезно. Потому что, ну, как бы, если я даже, там, пользуюсь близкими, какими-то знакомыми отношениями, то есть, ну, добрыми отношениями с человеком, обратившимся, там удалю какое-то видео, но моя это же работа не прекратится в дальнейшем. То есть, и, соответственно, то есть, в этой ситуации лучше как-то конструктивно подходить к этим вопросам. Но, тем не менее, ты как-то все это делаешь очень аккуратно, то есть, не сильно обижая власть. То есть, не так, чтобы... Потому что это твое прошлое? Не так, чтобы, к примеру, там, прокричать что-то и уехать в Шри-Ланку, да, там, отельным бизнесом заниматься. Нет, потому что, я считаю, это неэффективно. И, мало того, то есть, мы с нашей общественной организацией прорабатываем с депутатами многие вопросы. Сейчас, вот, допустим, мы активно ведем работу с депутатским корпусом, чтобы электронные сигареты приравняли к настоящим сигаретам. Потому что у нас у всех есть дети, и завтра, к примеру, там, ребенок, там, в легком доступе курит электронные сигареты, от него даже не пахнет. И самый прикол в том, что эти электронные сигареты не платят акцизы, как табачники все. А это практически 30% дохода. А с каким депутатом ты сейчас работаешь на эту тему? Ну, мы сейчас активно взаимодействовали с депутатом Жамаловым. Вот мы недавно с председателем комитета по спорту Сериком Сапиевым на этот вопрос обсуждали. В регионе Кайратку-Дайберген, в Алматинском. То есть вопрос есть, теперь что будет, какое решение вы хотите принять? То есть мы хотим, во-первых, не только… Кстати, электронные сигареты курят вообще в торговых центрах, на вокзалах, в аэропорту, везде. Ну вот, за них зайди, там, короче, бычки от электронных сигарет валяются. Это щеглы. Купили эти раскуриватели и там курят. Потом ходят себе на занятия. А потом просто они приучаются к никотину и переходят на настоящее в любом случае, потому что этого недостаточно становится. И как бы мы не просто там, как люди говорят, там, хайпуем на этой теме, там, озвучили и все. То есть мы прорабатываем вопрос к тому, чтобы… Вот на какой вы сейчас стадии? Сейчас закон о здравоохранении идет, и в рамках этого закона данные, как бы, электронные сигареты должны признаться, ну, полноценно табаком. Соответственно, на всех табачников, которые сейчас, Айкос, Глоу продают эту всю тему, будет накладываться акциз. А это огромные, огромные деньги. То есть, там, дороги, ну, школы, к примеру, это на самом деле очень рисковый момент, потому что там завтра, к примеру, ну, мы лишаем их огромной статьи доходов, которые они недоплачивают нашему государству. Может быть, они там… Ну, вот как ты думаешь, получится у тебя их вот приравнять к сигаретам, да, и запретить курить их там в общественных местах? Я делаю все от меня зависящее, но, как бы, благодаря тому, что там я пользуюсь вот общественной поддержкой со стороны людей, которые также против этого, я думаю, мы все-таки… Может быть, сделать какую-то акцию, чтобы там каждый блогер, да? Но у нас, видишь, проблема в том, что многие сами любят эти Айкосы и Глоу. У нас там социальных блогеров раз-два и обчелся, я его знаю только Руслана Женпейсова, который там… Нет, проблема в том, что сами многие любят эти Глоу и Айкосы. Любят, получают деньги и рекламируют. Концепция твоего Ютьюба, да? То есть я помню, когда ты только начинал, кстати, помнишь, когда ты приходил к нам в Монако на 14 февраля, у нас там вечер свидания, у тебя только вот начинался, ты вот такой был заточенный, раскручивал свой Ютьюб-канал. Сегодня, а на сегодняшний день у тебя около 300 тысяч подписчиков. Примерно. Примерно. Ну, казалось бы, ты так активно работаешь над своим Ютьюбом, у тебя уже должно быть там как минимум полмиллиона. В чем проблема? Ну, проблема в том, что, во-первых, у меня… Хотя ты так стараешься, у тебя там всякие там фразы, да, то есть там, может быть, даже пожара нет, но ты пишешь пожар. То есть ты используешь все маркетинговые технологии, да, все очень оперативно, быстро, но как-то вот потихонечку. Да, проблема в том, что я не красивая девочка в возрасте 17 лет, и я не делаю вайны. А Ютьюб это в основном, в Казахстане это развлекательная платформа. Люди приходят с работы, хотят расслабиться там, посмотреть какие-то там приколы. И не хотят слушать Танербергена, который поднимает там вопросы. Да, и то есть получается, что в своих вопросах мы затрагиваем просто интересы определенной группы, то есть это не массовая аудитория. Ну это такая твоя лояльная аудитория, которая тебе прямо рукоплещет. Я смотрела, читала комментарии, они все от тебя в восторге, они в тебя влюблены, понимаешь, ты их идол и кумир. Но при этом я смотрю комменты у Алии Сеновой, да, где ты давал интервью в костюме Человека-паука или Супермен, там вообще сплошной негатив. Ну у каждого своя аудитория, у Алии Сеновой своя. То есть у Алии Сеновой своя аудитория, которая ее боготворит, да, у тебя там аудитория, которая тебя боготворит. Но тебе же хочется быть миллионником? Ну конечно хотелось бы, потому что если бы у нас был миллион, наверное, бы наши вопросы, которые мы поднимали, быстрее были решались. Вот ты сегодня перед началом съемок задала вопрос по поводу там рекламных интеграций там и так далее, сколько денег. То есть мой YouTube не монетизирует со мной, то есть я не получаю от YouTube деньги. То есть если ты заметил, у меня там реклама нет, ни в Instagram, ни в YouTube. Кстати, как ты зарабатываешь, я не могу понять. Ну я занимаюсь бизнесом, конкретно Таня Бульген мебель заказывает, корпусная мебель у меня. И суть в том, что я этот YouTube делаю только для того, чтобы поднимать социальные вопросы. И сама понимаешь, к примеру, вопрос, который... А гранты получаешь? Нет, ни одного гранта не получаю. Мало того, вот ту общественную организацию, волонтерский клуб, я бы сказал, который мы создали. Ваурласс. Ваурласс называется. Вот у меня, кстати, эта штучка. Да. И Nike. Да. В общем, то есть мы даже не регистрировали, потому что как только будет грант, будет заказчик. Заказчик будет говорить, что тебе делать, как делать и так далее. То есть мы хотим быть свободными. Но Баурласс – это твоя инициатива. То есть ты основатель Баурласс. Все это началось просто с сообщества подписчиков. Люди писали, давайте встретимся, там, когда. Мы здесь неподалеку, в одном из кафешек, встретились с людьми, что-то так. Не захотели люди расставаться, говорят, чем помочь. Ну и мы начали понемножку осуществлять социальные задачи. Вот ближайшая задача от Баурласса. Ну, помимо того, что вы помогаете ветеранам о разводстве продукта питания, да, то есть там людей из заснеженных трасс, да, там, из снежного плена вытаскиваете. А так, вижу, на мои сторис подписано. Ну, конечно. И тем не менее, вы еще и хайпуете, да. Вот недавно вы пошли к одному моему хорошему приятелю в джипарк, Габитус Магомбетову. Мне писали, кстати, об этом, в личку написали. А ты знаешь, что Динара хорошая подружка джипарка? Ну, я не могу назвать себя подружкой, но могу, хочу сказать, что у нас хорошие дружеские отношения, да, потому что Габит на самом деле такой хороший парень. И он один из немногих, кто реально строит, да, под свою ответственность. Он не собирается никуда убегать, как твой бывший коллега депутат, да. А столичная прокуратура объявила в международный розыск экс-депутата Можилиса парламента, руководителя группы компании «Азбука жилья» Ярканата Тайжанова. Бывший народный избранник является одним из участников скандального дела о присвоении денег дольщиков сразу нескольких жилых комплексов в Астане. В надзорном органе сообщили, что в настоящее время Тайжанов находится за пределами Казахстана. Но это же был хайп с вашей стороны? Нет, это не хайп. Объясню почему. Вообще, почему ситуация с «Азбукой жилья» и с Тайжановым произошла? То есть история Тайжанова такова. То есть он работал в строительной компании, затем обрел связи и открыл компанию «Азбука жилья», которая начала привлекать деньги дольщиков. После этого, к примеру, произошел скачок доллара. И, соответственно, те деньги, которые он на строительство планировал затратить, он, скажем так, недополучил. И он начал с одного объекта кидать деньги на другой. И через некоторое время, значит, он для того, чтобы обрести определенную репутацию, чтобы о нем все говорили «Ярканат хороший парень, ты даже не знаешь, я встретил его недавно, он такой спокойный, к примеру, и так далее». Он, во-первых, сделал эту компанию выбором года, там «Азбука жилья» гремела, они там газету выпускали, каким-то образом нашел контакт. Ты же с ним дружил? Нет, ни в коем разе. Подожди, ты не дружил? Ну вы же разве не были коллегами? Мы были коллегами и в рамках вот этой работы имели взаимоотношения. Но так, если честно, была такая легкая неприязнь. Почему? Ну просто потому, что у него там свой бизнес, к примеру, а я там из другого теста сделан, к примеру, и мы-то как-то не взаимодействовали. Конкуренция в парламенте. Ну, как бы у мужчин есть такое, может быть, есть. Молодые оба. Да, затем он как бы становится депутатом, это еще больше влияет на, ну, как бы, дольщиков. Они думают, ну депутат нас не обманет, пойдем его ЖК закупаться, к примеру, квартирами. И в какой-то момент небольшой скачок доллара, финансовые, как бы, расчеты не бьются, и застройщик начинает попадать. И таких застройщиков много, вот сейчас куча людей. Не, ну как попадать? Он, на самом деле, я слышала другую историю, что у него ребенок заболел. Ну, истории великое множество, но факт остается фактом. Все эти дольщики, которые раньше поверили в азбуку жилья, сейчас китаются по съемным квартирам, продав собственное жилье, и выходят на митинги. Просят от Акимата, Акимат ничего не может сделать. Он говорит, это ваш правовой договор между застройщиком и дольщиком. И когда вот они начали говорить, а куда смотрит Акимат, выходить на митинги, наш созыв парламента начал работу над законом о долевом строительстве. Теперь просто так, человек со стороны просто прийти в эту отрасль не может. То есть государство говорит, если ты деньги привлекаешь и обещаешь кому-то строить, ты либо должен построить за счет собственных средств каркас на своей собственной земле, второе, ты должен как бы внести деньги, как бы гарантийный, фонд гарантирования. Либо, третье, иметь договор с банком, где банк второго уровня гарантирует, что ты эту стройку закончишь. Если ты убежишь куда-нибудь в Австрию, то он заберет до тебя. И с этого момента вступил в действие этот закон. Не все компании начали соблюдать эти правила. И этот список можно обрести на сайте Акимата. То есть я для того, чтобы данная ситуация не повторилась вновь, а мне ежедневно пишут и звонят дольщики Котлерова, Жагалау, другие. А что, Габит продает жилье, которое не начал строить? Он же продает жилье, которое он уже начал строить. Он продает жилье без разрешения государства на привлечение долевых средств. То есть завтра, когда, не дай бог, конечно, я желаю этому хорошему человеку, чтобы он здравствовал, занимался своим любимым делом, строил качественные дома, вопросов нет. Просто если он хороший человек, он должен, по идее, следовать нормам закона. Согласно нормам закона он должен пойти в Акимат и получить разрешение. Он юрист. Он не может этого не знать. То есть он же не пойдет, если я там целенаправленно не пойду, знаешь, нарушать закон, понимая, что вокруг столько людей, и кто-то из них тоже может оказаться юристом, да? Почему именно G-Park? Вот почему ты начал у нас с этой компании? А ты знаешь... Почему не другие? Да, вот сейчас ты просто вот сейчас перед твоими подписчиками просто любую компанию назови, любую, и мы пойдем туда. И мало того, в наших планах мы просто начали так случайно с G-Park. Я сейчас любую компанию назову, подумают, что я, знаешь, в каких-то вражеских с ними отношениях. А вот видишь, ты уже боишься. Нет, 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 не потому что я боюсь, потому что я знаю, что ты провокатор. То есть ты же приходишь и начинаешь как бы на людей давить, да? Нет, ты видео этого видела? Видела, посмотрела. Там давят на меня, а не я на людей. Нет, ну ты вначале все равно ты приходишь, ты блогер, ты известный человек, да? То есть ты вроде бы как бы спокойно говоришь, но тем не менее ты находишься у них в компании, ты начинаешь требовать договор, да? Вот я смотрела видео в сториз, где ты не мог выехать. И ты час там или около часа ждал этого человека. Я смотрела все сториз. Спасибо. И ты дождался этого человека, и ты его снимаешь. Слушай, ну таких ситуаций, я не знаю, вот ты понимаешь, что это вообще, ты же не имеешь права всех снимать. Твоя позиция закончится ровно там, как тебя припаркуют в тот момент, когда ты будешь торопиться. Слушай, у меня в жизни, я человек, я каждый день сталкиваюсь с разными ситуациями, знаешь, мне там припарковали машину, где-то там, я не знаю, то есть куча вопросов. Это не нормально, но я просто думаю, что если я все время буду людей пугать своими соцсетями, да, тем, что я могу там 800 тысяч людей об этом узнать. А если не ты, то кто? То есть есть категория людей, которые плевать хотели... Я боюсь, честно говоря, превратиться в какую-то скандалистку. Ну вот видишь, ты боишься, а я не боюсь. Просто если не ты, то кто? И у нас есть категория граждан, которые плевать хотели на мнение интересного человека. Нет, ну смотри, если я, например, сталкиваюсь там с проблемами своего КСК, я иду к председателю КСК и задаю ему конкретный вопрос. То есть для начала я хотя бы пытаюсь решить, не хотя бы пытаюсь, я иду и решаю свой вопрос, да, но я не снимаю его вот так сразу. Почему ты такой гад написал мне здесь? Чего-то ошибся. Видишь, это ты, потому что они знают, Динара у нас живет, как бы, уважаемый человек, к примеру, если что, она может опубликовать. Поэтому все, что вы хотите, мы сделаем. А рядовые наши граждане ежедневно сталкиваются с нарушением их прав. И они хотят, чтобы их права, ну, были защищены. Ну хорошо, дальше вот этого хайпа ты, вот, как, что ты делаешь дальше, да? То есть ты вот снял видео, да, там, пришел к застройщикам, снял. То есть что ты хотел этим? Да, идем дальше. Значит, вообще это претензии большие к ГАСКу и к Акимату. Мы набираем сейчас факты, фиксируем их, чтобы потом не было, что они говорили, что такого не было. То есть это все вопросы к Акимату? Да, полностью суммируем эти материалы и показываем, что, уважаемый Акимат, вот закон о долевом строительстве, вот, скажем так, факты. По какой причине ваш орган, уполномоченный, не ведет по этому делу работу? Вы хотите, чтобы там завтра люди попали и там страдали от этого, от недостроенных объектов? Ну, я вообще безразличен к господину Сеид Магамбетову, там, кто бы то ни было. Сейчас, если ты назовешь застройщика, я завтра пойду к нему, просто он первый... Ну, пока ты сходил только к одному, да? Да, просто он первым в списке оказался. Не, ну а почему не пойти сразу в Акимат и вместе не выйти на этот рейд? Знаешь, знаешь, почему? Потому что здесь речь идет о больших деньгах. То есть, я думаю, что отдельные люди в Акимате просто сквозь пальцы на данную ситуацию смотрят из-за того, что у них есть определенная поддержка. И завтра, когда мы придем и скажем, вы знаете, этот, этот застройщик не имеет такого договора, они говорят, да, мы знаем... Посмотри, столько лет заместителем Акима был Сергей Хорошун, да, человек, который курировал эту область. И столько компаний не достроили дома, да, сколько застройщиков уехали, сколько застройщиков посадили, да. А он, где он, кстати, сейчас? Я не знаю, я его, как говорится, не крестил, поэтому за хорошо нам не наблюдал, но на тот момент у него... Не, ну может быть, тебе наблюдать как раз за заместителями, которые курируют строительную... Не было на тот момент законодательной базы вот этого закона. Нет, ну легче, конечно, пойти к застройщику и сказать, давай, покажи договор, да. А пойти, например, к заместителю Акима, который курирует... А вы с ним в хороших отношениях, я так понял, это тема сегодняшней программы? Нет, 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 это не тема абсолютно. Имеется в виду, что легче всегда пойти к частнику, да, и сказать, слушай, что у тебя помидоры такие, там, знаешь, плохого качества, да, нежели пойти, там, я не знаю, к главе таможни и сказать, слушайте, что у вас там на таможне воруют. Ну, то есть ты, у меня ощущение, что ты, вот, ну, как бы, знаешь, выбираешь себе жертв, ну, вот, грубо говоря, да, таких, которые тебе по силам. Если ты войдешь в публикации мои, там, куча вот этих вопросов. И вот перед тем, как ты идешь к руководителю КСК, ты перед тем сфотографируешь, допустим, как кто-то там измазал краской твою дверь, к примеру. Это нужно перед тем, как прийти к руководителю КСК, показать этот факт, понимаешь. И наши вот эти рейды по застройщикам, они будут продолжаться, там, получается, джипарка на первое просто в списке оказалась. А фактически, то есть, по всем мы застройщикам пройдемся, мы будем требовать от них, чтобы они соблюдали закон. Почему не BI-групп? Вот я в присутствии, как говорится, понятых своих подписчиков. Нет, ты знаешь, я очень хорошо также отношусь к Айдыну Рахимбаеву. Я просто к тому, что, вот, кстати, ты не являешься заложником того, что ты просто тоже, вот, очень многих знаешь. Являюсь. Но, тем не менее, мои личные взаимоотношения, они не должны влиять на мою работу. Это я... Но в BI-группе, мне кажется, ты будешь себя вести более вежливо. Ты знаешь, давай, как говорится, не будем креститься, когда кажется, мы просто пойдем в BI-группу, снимем видео. Слушай, ну вот... И там будет идентичное поведение, как в парке. Я видела еще одно видео, где на заборе твоего дома развесил мужчина какие-то объявления, да? Да, да, да. Кстати, говорят, что где-то на моей улице Габид живет. Да? Я не знаю, где он живет. И вот смотри, ты вызываешь этого мужчину, да, и говоришь, снимаешь его. Ну, то есть... Второй раз. Второй раз, да? Второй раз. А, это было второй раз? Да, это было второй раз. Первый раз, когда он приехал, он не знал. Весной, весной было, этот же человек вешал, ну, наклейки на забор рекламирую. Я ему сказал, пожалуйста, это мальчасно. Вот это видео, где ты на машину сначала наклеил, я буду... Это второй видео. А, это второе видео. Первый раз я встретился с ним весной. То есть ты это тогда не снимал? Не снимал. То есть, и до сих пор с весны там в отдельных частях забора, и вот эта та же самая реклама висит, она уже под солнцем потрескалась, не отдирается. Слушай, ни разу не было такого, что ты вот сразу начинаешь снимать, да, человека, да, и вот ты просто параллельно там человек идет, ты такой говоришь, здравствуйте, вы знаете, вот вы вот наклеили наклейку, да, то есть ты не боишься, что у тебя просто треснут и завяжется драка, и вообще чем это закончится? Ну, как бы, на каждый удар по одной щеке я, как правило, не подставляю вторую. Я считаю, что, ну... Или же это, наоборот, было бы даже круче для YouTube-канала. Не, видишь ли, когда ты дерешься, у тебя руки заняты, там, камеру держать невозможно. Не, ну, подробно рассказать, подробно... Ну, на самом деле, если ты заметила, когда зашел, да, то есть я адресных планов не делал в твой дом, и предварительно тебя спросил, ну, можно ли вот показать все происходящее. Таким же образом я поступаю со всеми людьми. Вот, допустим, в джип-парке, когда мы пришли, там девушка-менеджер говорит, я не хочу попадать в кадр. Я говорю, претензий нет, мы ее заблёрили. Да, да. А показали именно охранников, которые именно нарушали гражданские права, потому что право снимать у человека есть в любом общественном месте, какой офис компании, любой строительный... Это частная компания. Это частная компания, но это общественные места. Керуэнд – частная контора, но это общественное место. То есть в любом общественном месте, где осуществляется свободный доступ посетителей, там нет шлагбаумов... Ну вот если брать, вот окей, все понятно, но если брать тебя уже вот как, здесь ты как, скажем, гражданин, да, своей страны, который борется за права своих соотечественников. Если брать вот тебя как YouTube-блогеры, да, конечно, для твоего YouTube тебе нужен такой трэш, да, тебе нужно горячее видео. Нет, видишь, аудитория моего YouTube-канала – это где-то мои ровесники, им под 40 лет уже. То есть фактически... Только мой сын тебя смотрит, вот ребята тебя смотрят, им нет 40 еще. Да, но это небольшая категория зрителей. В основном это мои ровесники. Но видео заходят, которые вот именно обязательно с каким-нибудь там скандалом, то есть чтобы... ну желательно. В мою взрослую аудиторию заходят видео, где есть конструктив, где ты озвучиваешь проблему, раскладываешь ее по полочкам и определяешь решение. Люди хотят видеть, как решаются вопросы. А трэш – это, допустим, ну можно там на показе грудь показать, к примеру, то есть это зайдет, там будут тысячи просмотров. Куча аккаунтов, там девчонок, которые там показывают свое тело, к примеру, да, и они, ну заходят, может, это молодежная аудитория, как говорится, people have it. Ну когда ты брал интервью у родителей одного из проводников, да, в деле вот изнасилования Вталика, то есть ты же понимал, что это хайп, прежде всего. Динара, давай не будем лукавить, да, вот я сейчас сижу в этом кресле, да, а здесь не сидит какой-нибудь водитель тепловоза с вокзала Астаны, потому что он неизвестная аудитория человек, а я там более-менее узнаваемый. И, соответственно, как, ну, собеседник, меня интереснее послушать на актуальные темы, условно говоря, джип-парк, там и так далее. Это условия игры в журналистике. Так можно любого журналиста назвать хайповщиком. Нет, в журналистике, конечно, есть правило, нужно выслушать две стороны. Да, да. Но в фейсбуке тебя за это, конечно, затроллили. Ты знаешь, большинство людей поддерживают. Просто вокруг конкретно правозащитницы Дины Танцари собралась такая аудитория, которая там, ну, скажем так, мы уже ненавистники. Они ожесточенно нападают на всех, кто не поддерживает их точку зрения. Ну, что поделать, у меня вот другая точка зрения. То есть я не считаю, к примеру, что те методы, которые они в своей деятельности используют, они верные и правильные. Ну, что поделать, у каждого человека есть право высказывать собственное мнение. Главное, чтобы оно было правильным законам. Но они вышли на тебя или ты сам вышел на них? Да, мы сидели, значит, с баурласами, проводили очередное собрание. То есть я о своих всех собраниях оповещаю аудиторию. И, видимо, они, прочитав это где-то в моем инстаграме, решили как бы обратиться ко мне. То есть они пришли на это собрание? Да, пришли на это собрание. Это на Мамушулы, по-моему, два. Там стены, все это, магазин, там все это, где мы собрание проводили. И попросили, чтобы я взял у них интервью. Я говорю, а почему там я, условно? Они говорят, ну, просто другие каналы и другие люди отказались давать нам возможность выступить, предоставлять трибуну. Я говорю, а что такое? Они говорят, ну, потому что они говорят, ну, мы родители насильников, а насильники должны быть нерукопожатными. Ну, я говорю, да проблем нет. Я беру это видео, предваряю ее словами, я не придерживаюсь ничьей позиции, пускай это будет решать суд. Закрываю это видео теми же словами, чтобы ко мне вопросов не было. И даю им возможность высказаться. Это правильная тема. И в журналистике такая возможность выслушать две стороны. Ну, соблюдается иногда, когда главред не спускает команду сверху. И в суде любая сторона должна быть выслушана. А тебе не кажется, что вообще в этом деле, да, изнасилование в Тальго, вообще вопрос должен быть КТЖ? Потому что я тебе расскажу историю. Я недавно ездила в Павлодар, и мы ездили с моей дочей Дианой. То есть мы купили билет на Тальго, и у нас был купе. Мы купили там два билета, которые вообще можно было купить. И с нами в купе ехал мужчина, незнакомый, да. То есть мне кажется, что вот как-то изначально Тальго должны, наверное, вот этот вопрос решить, да, что там женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Ты не знаешь, с кем ты проведешь условно ночь, да, в поезде. Там я с ребенком. Я уже, знаете, вот после всех этих историй с педофилией, ты уже боишься больше не за себя, а за своих детей. Это вопрос, конечно, к руководству КТЖ, но насколько мне известно, КТЖ – это государство в государстве. Там просто огромная система вот этих коммуникаций, а стоимость билета мизерна. Потому что стоит только поднять стоимость билета, у нас будет социальный взрыв. Потому что люди не смогут позволить себе эти билеты. И в результате… Причем тут стоимость билета или там женщин отдельно с мужчинами, да? Ну вот, я и говорю, что… Женщин отдельно, мужчин отдельно. В результате у них нет бюджета для того, чтобы там был сотрудник компании, который контролировал бы ситуацию, происходящую в КТЖ нет. Да, нету. Денег на это нету. Дальше идем. По поводу женщин и мужчин в раздельных вагонах. То есть нашей стране необходимо определиться. Мы более пойдем в сторону как бы разделения, то есть, ну, женщины в одном вагоне, как в Индии. Вот хорошо, твоя супруга вот будет с твоей дочерью ехать, да? Там, я не знаю, там просто нефтальга в обычном поезде в купе с двумя мужчинами. Ты вот как будешь спать в эту ночь? Ну, начнем с того… Будешь переживать? Да, начнем с того, что я сделаю все возможное, заработаю деньги, буду увеличивать объемы продаж моей мебели для того, чтобы дать возможность им приобрести билет на самолет. А если они поедут в поезде… Слушай, ну вот смотри, я поехала в Павлодар не потому, что у меня нет денег на самолеты, а? Потому что трасса была закрыта, и была метель, и самолеты летают вот как сейчас, понимаешь? Там в 10 у тебя самолет, в 12 ночи ты только вылетишь. А если они будут ехать… Вот безвыходная ситуация, и твоя жена, и доча в поезде. Вот как ты будешь… Понятно. Ты будешь спокойно спать? А если они будут ехать в поезде, я выкуплю все 4 места. Слушай, мы вчера приехали на поезде к Казалардауна Русултан, еле как купили билеты, ну купе мы выкупили, да? Потому что билетов нет. Когда трассы закрыты, самолеты не летают, это единственный вообще метод добраться. Понял. Ну, Динар, но это не защитит ее от насильников. Ты можешь быть изнасилована здесь… Сахтаса, не зачем ты говоришь? Да. Скажем так, гражданка Казахстана может быть изнасилована здесь же, в подъезде престижного дома. И там сотрудников в КТЖ везде не понаставишь, все билеты не выкупишь. Здесь нужно менять вообще подход в целом. Я не раз поднимал вопрос о том, чтобы мы в МВД нормальном финансировании увеличили зарплату сотрудников, чтобы требовали от них профессиональных знаний, навыков, чтобы раскрываемость росла. Сейчас такая мизерная раскрываемость. Если честно, они просто так, знаешь, как бы лепят дела и отправляют в суды, потому что они захлебываются в потоки дел, а сотрудников не хватает, технического обеспечения не хватает. Я почему, допустим, вот против таких хайпов на теме изнасилования, да, потому что завтра любой судья, он побоясь там общественного порицания, подумает, да-да-да, я пойду им навстречу. А фактически у каждого судьи должна быть нормально подготовленная дознавателем законодательная база, все полностью расклады по следствию. Там, кто видел, что видели, запись видеокамер, там, полностью расклады, показания потерпевших. Все полностью, чтобы судья при наличии вот этой полной базы доказательной принял наиболее объективное решение по вопросу. Неужели ты думаешь, что женщина будет клеветать на мужчину, что он ее изнасиловал, тем более в поезде? В общем, ты представь себе, что, ну, я понимаю, что тебе сложно представить мужчине, да, но вот женщине признаться в том, что ее изнасиловали, особенно там замужней женщине, да, женщине с детьми, это вообще, я не знаю, какой нужно быть сумасшедшей женщине, чтобы просто взять и сказать, вот он меня изнасиловал. Знаешь, я, если честно, не хочу, как бы, касаться вот личности потерпевшей из этических соображений сейчас, чтобы она там после просмотра этого видео там вновь, блядь, близко к сердцу не воспринимала, не переживала этих, но после того, как закончится эта видеосъемка, я тебе немножко подробнее про эту ситуацию расскажу. Я думаю, ты изменишься в мнении. Поэтому, если не касаться вот этой потерпевшей в целом, да, хочу сказать, что... Но эта история стала сдвигом для того, чтобы ужесточили наказание за изнасилование. Спасибо. Я за ужесточение, да, то есть я, конечно, за то, чтобы расследование проводилось честно, да, там, без эмоций, чтобы судья не думал, вот это такое дело. Мне кажется, что наши судьи, когда видят какое-то громкое дело, там уже нет места коррупции, взяткам, потому что они уже под пристальным вниманием. Да, они под страхом того, что их уволят с работы из-за того, что кто-то из общественников в интернете полностью разложит это все по полочкам. Но это чревато тем, что будет большое количество приговоров и искалеченных сломанных судей, потому что судьи, они не имеют полностью законодательной базы. Дознание им, нормальное расследование не дает полностью, чтобы они объективно подошли... А что мешало тебе провести такое журналистское расследование и полностью, вот, как следователь, да? Журналистское расследование не может заменить расследование уполномоченных органов. У журналистов нет права доступа до многих вопросов. Журналисты не могут заменить собой... Лиша и Дина Танцари, ее фонд «Не молчи», они на тебя обиделись конкретно? Да. Есть такое. Но что поделать? Сначала они на тебя подали в суд, да? Да. Потом ты на них подал в суд. То есть ваш суд еще продолжается? Первый суд, вот когда они на тебя подали в суд, как там, какой итог? Ну, изначально 19 августа 2019 года, то есть она подала на меня в суд за распространение личных данных в своем видео. Я вот объявил среди подписчиков конкурс. Это речь только об одном видео. Я плачу 100 тысяч долларов любому, кто в этом видео, в публичном доступе найдет личные данные потерпевшей. И я еще раз говорю, что я предварил о своей нейтральной позиции. Поэтому, ну, как бы, это клевета чистой воды. Ну, и, соответственно, 21 августа я подал уже на Дину Танцари, потому что мне тоже неприятно, как бы, когда она меня называет насильником, защитником насильников и так далее. Я просто делал свою, ну, как бы, журналистскую работу. Я дал возможность высказаться другой стороне. И при том, в то время обвинительного приговора в адрес их проводников не было. То есть тогда шел суд, и у них была возможность делать любые заявления публичные, фиксировать. Поэтому я считаю, что любой блогер должен, ну, как говорится, чувствовать грани предела, что в рамках закона, что нет. И там аплодисменты твоих подписчиков, они не дают тебе морального права за то благое дело, которым ты занимаешься, переступать закон в другом случае. Не дают тебе индульгенцию на совершение грехов. Слушай, ну, вот у тебя не было сомнений по поводу вот этого интервью? То есть ты же понимал, что проводник совершил это действие? Нет, я не понимал, потому что на тот момент какого-то приговора не было, обвинительного. Я не являюсь судом и не имею доступа до доказательств, доказательной базы. Ну, я просто... А сколько просмотров набрало это видео? Без понятия. То есть ты не следишь за счетчиком? Вообще не слежу. Во сколько начинается твой день? Фракции и так далее. Ну, я утром отвожу детей в школу. Начинается он в 7 часов утра. В 7.30 мы выходим из дома, к 8 едем в школу. Ну, и заканчивается, наверное, часов в 3 ночи. Потому что дети ложатся в 9 часов вечера, когда я их привожу там занятия, гимнастики, спортом и так далее. И до 3 часов надо поработать. Сколько, получается, сколько часов спишь? Ну, где-то часа 4-5, может быть. И все? Ну, в субботу, воскресенье чуть-чуть побольше. Да? Да. Просто смотри, какой расклад. В течение дня я должен снимать видео, встречаться с людьми, заниматься своим бизнесом. В результате потом к вечеру я прихожу и вот прям стараюсь, чтобы с момента, когда я их привез в занятия, это часов в 6-7. Но, тем не менее, ты принадлежишь самому себе. У тебя все равно есть в течение дня часик, где ты можешь поспать. И отдохнуть, или прийти домой. Аида приготовила вкусный борщ, поесть и... Нет, не спится. Не спится? Не спится. Ты знаешь, не спится просто потому, что ты понимаешь, что в этот момент, когда ты спишь, куча дел стоит. Работа не идет, да? Да, стоит. И ты знаешь, я вот тоже... А кем ты себя видишь вот через 5 лет? Можно такой небольшой комплимент? Короче, недавно с Аидой общался. Она говорит, я вообще к Динаре Саджан изменилась. Раньше я думала, что она такая, знаешь, такая поверхностная, там, фэшн, мода и так далее. Но я вот в последнее время слежу за ней и поражаюсь ее работоспособности. То есть она там находится, сям находится. И в этой связи она там, ну, как бы детей успевает воспитывать, там, ну, дает возможность, как бы, ну, взаимодействовать с мамой. Я вот сейчас зашел к тебе, к примеру, тоже на кухню. Я вижу такие замечательно воспитанные дети. И это не комплимент. Просто... Я на полчаса опоздала. Да, я просто, как отец, я понимаю, чего это стоит. Я поэтому с 6... Time management. Да, до 9 вечера, пока они не вырубятся. Но, тем не менее, я знаю, что у меня всегда есть время, там, сесть. Да, вот, слава богу, вот мы живем в Нур-Султане, да, вот за что я люблю нашу столицу, за то, что ты мобилен, да, ты там 10 минут, и ты можешь заехать домой. Там, не знаю, знаете, стены помогают, да, как-то расслабиться. Приехать домой, попить чай, покушать, там, с детьми пообщаться и снова уехать работать. Я работаю в таком же режиме, тоже круглосуточно. Сейчас мы закончим съемку, мы сядем на монтаж, я смонтирую это видео. То есть в таком же режиме. Но у меня все равно есть амбиции, да, то есть я хочу, там, не только блогерством заниматься, да, не только создавать свой продукт. У меня есть, там, определенные мечты и цели. Вот кем ты себя видишь, там, через, ну, условно, там, в 2025 году? То есть ты такой YouTube-блогер, travel-блогер. Насколько, кстати, различает по возрасту? Не говори, сколько тебе лет, просто скажи, сколько между нами разницы. Да, я не скрываю, мне 37 лет. Смотри, как я выгляжу шикарно. Это не зависит, ты знаешь. Ну, сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас 43. Ну, всего лишь. Нас разлучает, получается, 6 лет. То есть, и ты знаешь, к вот этому возрасту, где-то в 37 вот это осознание более-менее сформировалось, я понимаю, что вообще в жизни должность в Казахстане не главная. То есть сегодня ты можешь стать депутатом. Вдруг у тебя есть амбиции, к примеру. Тебя увидят в парламенте со значком, вы пофотаете, все будет супер, да? Я, кстати, не хочу быть депутатом. Ну, вот я тебе говорю, что, на мой взгляд, это все тленно. Должность в Казахстане ничто. Слушай, а должность в Казахстане помогает тебе поменять вектор, да? Вот сейчас у нас новый президент, и мы же видим, как вектор меняется, да? То есть ты реально читаешь и думаешь, это точно в нашей стране происходит, понимаешь? Ну, то есть ты удивляешься. Ну, мне, как и тебе, в личку там куча просьб приходит, опубликуйте там того или иного ребенка, сбор. В большинстве случаев я отказываю, потому что я не знаю, это мошенники или нет. Да, да. Я сделал публикацию, одну в Инстаграме, и представляешь, они собрали 3 миллиона тенге на пожертвование в течение суток. Ну, ты один-единственный не можешь это делать. Вот поэтому мы создали Баурлаз, и сейчас количество ребят, которые видят это все, что меняется мир, решается вопрос, увеличивается. И все они готовы участвовать там в рейдах, по твоим любимым застройщикам, там по поликлиникам, к примеру. Танир Бильян думает, что мое интервью сейчас, наверное, спонсор моего интервью – это Джипарк. На самом деле, я тебе клянусь, это не так. И возвращаясь к нашему вопросу. Цели. Кем я себя вижу в итоге? Ты знаешь, сейчас вся моя жизнь, она нацелена на мою семью и на моих деток. Я не хочу, чтобы они ездили. Такое ощущение, что ты хочешь на них зарабатывать, потому что ты уже снимаешь там один день с моей семьей и показываешь всех своих детей. Нет, кстати, я лица не показываю. Да? Только сын в кадре. Только сын. Ну, сейчас подрастут девчонки, тоже будешь показывать. Он же тиктокер. Я не хочу, чтобы они ездили в разных вагонах. А тем временем, к примеру, где-то в подъезде или на улице ночью темной кого-то подловили. У меня растет двое дочерей. И я хочу, чтобы они жили в стране, где насильников не было, где была воспитанная аудитория, которая не прижимает другую машину для того, чтобы припарковаться. Ничьи права не уничтожились. То есть ты призываешь всех, кто видит такие нарушения, тоже становиться блогерами, тоже снимать. Я просто хочу, чтобы все эти нарушения фиксировались. А государственные органы реагировали на это. Чтобы мы понемножку меняли Казахстан. И для меня мерило вообще будущего, это не есть какая-либо должность. Я сразу говорю, что я не хочу возвращаться в парламент. Я не хочу становиться министром, президентом этой страны не хочу. Меня вполне удовлетворяет тот темп изменения страны, в котором я участвую просто как рядовой гражданин, у которого есть в руках камера. Я хочу просто к тому моменту, когда мои дети вырастут, чтобы и с моим участием понемножку страна изменилась. Чтобы они жили в правовой стране. Я не хочу отсюда никуда уезжать. Я просто хочу к тому моменту, когда я покину этот мир, оставить этот мир другим, более цивилизованным. Где законы соблюдаются, где есть справедливость. И чтобы в этом деле была капелька моего труда. Но ты хочешь быть Махатмой Ганди? Я не знаю. Лично с ним не знаком. Не бывает такое, что амбиции куда-то исчезли. Понимаешь? Тем не менее, я думаю, что у тебя есть амбиции. Но тебе хочется, тебе же классно, когда к тебе подходят и говорят, Анирберген, спасибо вам большое. Мы вас уважаем. Этого мне достаточно. И для этого тебе не нужно занимать какую-то должность. И даже скажу, что наоборот, занятие какой-либо должности, в моем случае, оно вредит. Они думают, что я афилирован, чей-то ставленник и так далее. Вот сейчас, благодаря тому, что я в свободном полете, я рядовой предприниматель, гражданин. То есть у нас взаимоотношения тоже с людьми изменились. Если они не из той группы танцарей, как бы, все остальные, как бы, в адеквате и видят тот большой пласт работы, который мы делаем. Танирберген, спасибо большое. Ну, пойдем попьем чай уже на кухне и поговорим уже по душам. Друзья, поставьте лайк, подписывайтесь на Танирбергена, если не подписаны. Это видео будет на IGTV, на YouTube. Я надеюсь, что ты опубликуешь анонс. Безусловно. Все, пока. Пока. Спасибо. Так.